В России отметили день донора. Мировая статистика говорит, что каждому третьему жителю Земли хоть раз требуется переливание крови. И считается, что один донор помогает спасти трех человек. Процедура сегодня комфортна и безопасна. Наша съемочная группа побывала в Смоленском центре крови. Единственным на территории области учреждений, который занимается заготовкой, переработкой, транспортировкой и хранением донорской крови и ее компонентов. Ольга Орлова – опытный трансфузиолог. Рассказывает донору об особенностях сдачи тромбоцитов. Ольга и сама сдаёт кровь много лет. В её копилке более 120 донаций. Это необходимо для помощи людям, тяжело больным людям. Не только в стационарах, которые после операционном периоде находятся, но и беременным женщинам после рожавшим. В Смоленском центре крови трудится много почётных доноров со стажем в 15 и даже 30 лет. В день донора поздравить коллектив центра приехал председатель облдумы. Игорь Ляхов и сам уже 9 лет является донором. Наша молодёжь, молодогвардейцы, как-то меня впервые пригласили на эту акцию. Но отказаться не имею права, потому как понимаю значимость этой биологической субстанции. Особенно для тех людей, которым угрожают какие-то проблемы, связанные с тем, что мы можем человека потерять. Поэтому мы включились в эту акцию в этом году. Вместе с руководителем рекотделения кровь и её компоненты решили сдать более 300 смоленских единороссов. Активисты партии присоединились в декаде донорства в числе первых. И за полторы недели сдали более 135 литров крови, как в Смоленске, так и в районах области. Отмечу, что сегодня на Смоленщине проживает свыше 2500 почётных доноров. Это люди, которые сдали кровь более 40 раз. В их числе и смоленские спасатели. В связи с наступлением сезонных рисков в весенний и летний период возникает риск дорожно-транспортных происшествий, а также пожаров. В связи с этим, возможно, нашим землякам понадобится кровь. Ежегодно здесь заготавливают около 20 тонн крови и её компонентов. Как отмечают специалисты, центр особенно нуждается в новых добровольцах именно весной. Для того, чтобы у нас хранилась кровь для летнего периода, периода отпусков, то есть вот такие сезонные моменты бывают. Для того, чтобы мы ритмично работали, тогда, когда всё благоприятно, должно быть больше доноров. Поэтому благодаря вот этим акциям, спасибо всем принимающим участие в этих акциях, мы имеем запас крови. Самая востребованная в нашем регионе вторая положительная и самая редкая четвёртая отрицательная одинаково важны для спасения человеческих жизней. Добрая акция продолжается. И принять участие в ней может любой здоровый совершеннолетний смолянин. Анастасия Рыжикова, Анатолий Егоров, Артём Медов, Ветя, Смоленск.